Вот только что, буквально три дня назад, мы с премьером Госсовета Вензибау в Петербурге договорились о том, что мы переходим во взаиморасчетах между собой на национальные валюты, на юань и на рубль. До сих пор, по соглашению, я не помню, какого года, по-моему, 1995-1906, все расчеты между Китаем и Россией предводились исключительно в долларах. Ну, почти, на 100%. Сейчас мы договорились, переходим на расчеты в юанях и рублях. Это наша реакция на сбои в мировой финансовой системе. Мы хотим себя ограбить от этих колебаний и ситуаций, когда неблагоприятные последствия наступают вне зависимости от нашего экономического поведения. И то, что евро укрепляется, ну, мы сейчас знаем, сейчас там проблемы в Португалии, в Греции, в Ирландии, евро немножко шатается. Но, в целом, это устойчивая, хорошая мировая валюта, и она, конечно, должна занять свою должную роль, свою позицию, как резервная мировая валюта. Мне кажется, что вот, что было плохо за последние десятилетия, и от чего мы должны уйти точно, это вот избыточного монополизма доллара, как единственный мировой резервной валюты. Вот это точно плохо для мировой экономики. Это сделало мировую экономику несбалансированной и очень уязвимой. Но ничего нет плохого в том, что я говорю о многополярности мировой финансовой системы. Так же, как когда-то говорил о многополярности политической мира. Продолжение следует...